Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Reblazer 2007 года выпуска. Двигатель 4,2 бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 187 тысяч километров. Заменю на нем подшипник в компрессоре кондиционера. Вернее, подшипник я сам менять не буду. Я сниму компрессор, увезу в мастерскую. Ребята заменят подшипник. Открываю капот, но перед этим покажу, как он шумит. Сейчас запущу двигатель. Вот такой вот сильный посторонний шум. Он уже давно, он увеличивается и наконец хозяин решился на его замену. Ну и в процессе уже добираюсь до него. Попробую снять компрессор, не снимая диффузора, не снимая вентилятора, чтобы антифриз не сливать. Скину ремень, скину кронштейны. Ну опять же, попробую. Сниму генератор. И уже отсюда попробую добраться до компрессора и вытащить его. Аккумулятор я тоже, наверное, сниму. Фреон я откачал. Кстати, фреона было мало. Здесь 800 грамм. В системе написано 850 грамм. Вот есть это с одним, а с двумя, если 1,2 килограмма. Но здесь было всего 400 грамм фреона. Откручиваю болт, откручиваю кронштейн. Также со второй стороны гайку на трубке тоже откручиваю. Все, трубка освобождена. Я ее немножко потом смогу уже влево-вправо смещать. Здесь болты и головка на 15. И также болт находится внутри. Берет дл我很еотно. Берет длинный. Берет длинная. Субтитры сделал DimaTorzok Снимаю аккумулятор Мне все равно его нужно отсоединять Чтобы не коротнуло у меня ничего Здесь американский стандарт Чтобы снять клеммы, откручиваю обе клеммы Головка на 8 А вот теперь можно снять Ну а теперь Сниму ремень приводной Здесь вот На ролике натяжителя Есть квадрат Под 3,8 Вот если видно Так, не видно Вот он Квадратик Вот его натягиваю И скидываю ремешок Одной рукой просто неудобно Иначе с камеру держать Все, ремень скинул Ремень скинул Ну а теперь Головка на пятнадцать. Похоже, что снизу один болт. Да, совершенно верно. Три болта ослабил. Два сверху, один снизу. И генератор загулял. Вот он. Зашитался. Надеюсь, что там больше нету. Откручиваю. Также сниму опорный ролик ремня. Головка на пятнадцать. Резьба обычная. Генератор открутил, а вот нижний болт пока до конца я не открутил еще. Упирается шланг немножко. Сейчас докручу его. Вроде бы отошел. Теперь снимаю разъем и откручиваю питание. Подливаю фиксатор. Гайка на генераторе на десять. Бачу. Одна пиот. Подливаю шутен. Ну и достаю генератор. Кондиционер видно и достать я его достану, снимаю кронштейн. Откручиваю и снимаю. Снял три болта, крепят ее вот у нас видно крепление трубок, гайка на 15, одна. Откручиваю ее. Еще остатки фреона есть, хотя откачали с маслом. Откручиваю. В принципе все не так и тяжело, как показалось на первый взгляд. Сверху два болта, вообще вопросов нету их открутить. Гайку с трубок я снял и покажу сбоку. Вот здесь фонарик засунул, подсветил. Разъем на кондиционер с двух сторон флажки отжимаем, как на лампе HB3, HB4, H11 такие. И снизу видно два болта. Один болт легко подлазить сбоку справа, а второй болт, вот он в раме есть отверстие, тоже через него. Сейчас откручиваю этих два болта и уже отпущу потом верхние. Болты я открутил, последние отпускаю. И надо будет немножко кондиционер, компрессор чуть-чуть вниз опустить, чтобы снять шланги. Вот такие длинные болты. Ну а теперь вывожу его оттуда. Аккуратненько. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Вот он, компрессор. Вот его маркировка. 198-70-09-716. Серийный номер GM. Порт номер идёт 258-25-341. Made in Japan всё равно. Работает вот так вот. Трах тебе дох. Вот с этим не знаю. Ввезу ребятам ещё внутренние подшипники посмотрят. Поэтому я сам не хочу в него лезть, сменять. А так можно было выкрутить гайку, снять его и заменить. Увожу. А потом уже по готовности буду собирать. Забрал я компрессор. Сделали замену подшипника. Был только именно этот подшипник. Внутри подшипники оба целые. Подшипник поставили фирмы NSK. Где его номер. Номер 35BD 5020 T12 DDU CG33. Размер подшипника 3550 на 20. Вот такой вот подшипник, который стоял. А стоял тоже NSK. Просто высох от времени. Устанавливаю компрессор на место. Колечки снял. Переднее у нас чуть побольше, заднее у нас чуть поменьше. Потом их одену на шланги и опущу. Сами шланги снизу почистил. И на компрессоре тоже все почистил. Заглушки пока тряпочные убирать не стал. С ними заведу, чтобы грязь не насыпалась. Продолжение следует... Не спеша, потихонечку, чтобы ничего не оборвать, не обломать. Продолжение следует... Все, беру болты и можно наживлять. Все, оба болта наживил. Теперь их затягиваю. Немножко их подтягиваю, потом наживляю нижние. Болты эти подтянул, ну, подкрутил, но не зажимал. Ставлю нижние болты. Здесь хорошо подлезть можно. Через отверстие видно. Кручу. И этот же, через это отверстие, потом затяну болт. И второй. Одеваю также разъем его снизу, удобно одеть. И затягиваю. Ставлю кронштейн подшипника промежуточного. Продолжение следует... наживил кронштейн и затягиваю его кронштейн затянул завожу на место генератор нижний болт сразу на месте на генераторе оставляю прикручиваю питание колпачок на место одеваю, закрываю клемму и одеваю разъем все можно наживлять генератор затянул ставлю на место ролик под генератором все все Субтитры сделал DimaTorzok Ну и перепроверяем, чтобы у нас все по ручейкам стоял ремешок Схема ремня у нас вот есть даже на диффузоре Все стоит по ручейкам Ставлю на место кронштейн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наживил, затягиваю Кронштейн подтянул Ставлю на место батарейку Подключаю ее и запускаю двигатель Аккумулятор перекрутил Запускаю двигатель Субтитры сделал DimaTorzok Все, двигатель работает мягко Зума никакого нет Теперь еду, заправляю кондиционер И проверяю, как он работает Кондиционер я заправил Здесь двухзонный климат-контроль Поэтому на заправку кондиционера потребовалось не 850 грамм А 1,2 кг Чуть больше и стоимость вышла Следовательно больше Но сейчас работает вообще отлично Он так, в принципе, и не морозил Там остаток был 400 грамм На удивление, что он еще работал А сейчас и зума нет И кондиционер работает гораздо лучше На этом все Замену подшипника кондиционера И ремонт компрессора Я закончил Всего вам доброго